Единственная на ЮБК. В Ялтинскую баню закупили новое оборудование. По словам посетителей, технику проверяют, когда в парилках находятся люди. Опасно ли это и обоснованы ли претензии? Репортаж Анны Бойко. Елена Маркова живет в Ялте с 1970 года. Ходить в баню с подругами для нее традиция. И чай попить, и рецептами поделиться, и попариться. Последнее посещение любимого места отдыха закончилось обращением в Роспотребнадзор. В 15 часов попер пар. В парилочку на вытянутой руке никого не видно. Мы все стали быстренько-быстренько спускаться по лестнице. В единственной общественной бане на ЮБК всегда многолюдно. За день здесь успевают попариться 400 человек. Здание, где можно отдохнуть и душой, и телом, построили больше 30 лет назад. Сейчас в женской парной идет ремонт. Раньше здесь все стены были из камня и, к сожалению, не давали достаточно обогрева. Но теперь стены обшиваются утеплителем и деревом. На сегодня уже планируется завершить все работы. Парной заменили краны, появились дополнительные полочки. Теперь рабочие собирают шкафы для хранения одежды. Мебель стоит здесь еще с советских времен. Тазики новые, тепло. Заранее заходишь в эту парилку, так чувствуется. Очень хорошо, что новые зеркала здесь. Что чистота, порядок. Нет такого бардака, как раньше было. Неудобства, которые испытала Елена Маркова и ее подруги, случились из-за парогенератора. Его установили еще два года назад, когда сломался основной котел. Со своей задачей техника не справилась и ее решили заменить. И четверг как раз был первый день, когда он работал в женском отделении. Парогенератор достаточно мощный и у нас было избыточное, накопилось избыточное количество пар. И эта пара нет никакого влияния на здоровье. Это однозначно не оказывает негативного. Температуры в помывочном отделении небольшие. Просто была затруднена видимость. Работа по регуляции количества подаваемого пара уже ведется. Анна Бойко, Анна Пескунова, Новости 24, Ялта.